Значит, я... Аборты, конечно, будут делать. Запрещать их в данных условиях преступно. Люди будут делать подпольные аборты. В ШАП пробовали запрещать. Но с начала 70-х, с 30-х до начала 70-х они были запрещены. Сколько жертв было? Сталин запрещал. Но надо было... Катастрофическая ситуация в стране была разрушена. И там, извините, 1,5 населения фактически уничтожили. Надо было что-то делать. И страна многого взамен дать не могла, кроме крови, пота и слез и тяжелой работы. В нынешней Российской Федерации разумно ли запрещать? Да, нельзя. 5 миллионов в год абортов. Плохо. Очень плохо. Но если вы хотите снизить аборты, ну, может быть, надо запретить их рекламу. Хотя должна быть информация. Сейчас уже есть гораздо менее тяжелые аборты с помощью лекарств медикаментозных. Всякие случаи в жизни случаются. Но если вы пытаетесь прикрутить аборты, а вы обеспечили людям возможность рожать детей, чтобы они не были в тесных квартирах, чтобы люди могли зарабатывать деньги, чтобы содержать детей. Я сам, простите, отец троих детей. Я могу, знаю, о чем я говорю. Мои друзья, у Бабкина пятеро детей, моего товарища по партии. Но он все-таки огромный строитель. У него какие-то есть средства на содержание семьи. Если вы дадите народу такую возможность, вот как в Белгородской области. Вот они сумели в пять раз увеличить производство мяса с советских времен. Маленькую Белоруссию сделала. Вот Белгородская область, маленькая Белорусь. Сейчас там новая политика. Ссуды на строительство жилья, предоставление участка в тех городах и селах, где плохая демографическая ситуация. Трех детей родил, тебе все суды списали, дом у тебя остался. Великолепно. Вот Савченко, как аналог Лукашенко, почему вот эту программу не запустить по всей Российской Федерации в демографически убитых областях? Это русские области. Почему Путин, в отличие от Савченко, тратит деньги на стадионы какие-то там, я не знаю. Сейчас 250 миллиардов еще сверх выкинули на футбольный мундиаль, который никогда не окопится. На сочинские эти сооружения, которые будут поглощать после Олимпиады. Мы только на содержание стоим 2 миллиарда рублей, долларов, простите, то есть 60 с лишним миллиардов рублей на их содержание. Это никогда не окупится. Вот что надо. Надо строить предприятия, чтобы люди на них могли работать. Причем именно предприятия в реальном секторе, то, что предприятия поддерживают науку и образование, потянут за собой. Потому что работа в торговом центре или подай-принеси, или охранникам, халдеям каким-нибудь, это русских не поднимет. То есть мало запрещать, как-то сказать, ну мало запрещать аборты. У тебя говорят, запрещено мокнуть под дождем, а зонтика тебе не дали. Ты все равно вырубишь. Вот эта вот шизофреническая последовательность политики, она скорее приведет к обратным результатам. Я, конечно, противник абортов, ну естественно. Но для того, чтобы их не было, нужно провести индустриализацию. Я хочу, чтобы все это поняли. Нужна новая страна, новая политика. Вот, на чем горят путинские охранители, которые там, о, великий там Путин, спасают нас от гомосексуализма, западного чужебисия, запретами на аборты. Вы, это хлопок одной ладонью, наоборот, вы добьетесь стрелы Аримана, как Ефремов говорил в часе БК. Любая, даже благая мира, приведет свои противоположности. Нет новой индустриализации, нет русской власти, нет развития страны. Будут аборты, и никакие запреты не помогут. Я хочу, чтобы тоже все это поняли.